Аня, ну Аня, давай откроем коробку. Ну Сарашенька, подожди, мы же договорились, что откроем подарок, когда приедем домой. Ну Аня. Скажите, мы скоро поедем? Как загрузимся, так и поедем. Вообще-то мы должны ездить по расписанию, а не когда заполнится салон. Дверь там, закройте. Ну вот, уронил, поднимайся чаши. Лучше Роман, посмотрим, что делать. Не смей, я сказала. Стой. Так. Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение – Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы. Доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель. Майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патолога-анатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. Майор милиции Николай Круглов. Проект Первого канала «След». Предварительно что-нибудь можете сказать? Множественные ожоги и отравления продуктами горения. В каком состоянии выжившие? Пока без сознания. Когда можно будет их допросить? Сложно сказать. Ожиг, конечно, не смертельный. Но все люди в шоке. Им нужна психологическая помощь. Если бы мы знали, что именно взорвалось, нам было бы легче назначить лечение. Я вас понял. Но мы постараемся сделать как можно быстрее химический анализ. Куда вы это повезете? В ожогу и центр. Хорошо. Ах, да, что-то забыл. Паспорт тут был в кармане у парня. Прохоров Александр Михайлович. Вот за это спасибо. Спасибо. Что, Серега, там успехи? Какие успехи, Коль? Успехи будут, когда мы гады вот этого все взорвавшего. Найдем и голову ему отобьем. Там даже ребенка сволочи не пожелем. Ты все-таки считаешь, что это не случайный взрыв? Случайно мог бах взорваться. Так нет же. Слава богу, не взорвался. Бензином он под пробку залит. Порол бензина не было. Судя по всему, эпицентр взрыва был вот здесь вот, в ногах у пассажиров. Здесь вот девушка сидела. У нее только одна сумочка была. Тут вот женщина с ребенком ехала. Причем, судя по всему, в момент взрыва ребенка рядом с матерью не было. Его сиденье полностью сгорело, а тело на полу нашли. Ну что, по салону бегал? Теоретически не исключено. Ну, возможно, выжившие, когда придут в себя, прояснят им ситуацию. А пока я сделал снимки и по сети отправил в ФС. Там ребята смоделируют взрыв и точно установят, где эпицентр. Вот здесь находился эпицентр взрыва. Значит, либо под сиденьем, либо прямо перед ним. Это передняя часть салона. Поэтому пассажир, который находился в глубине салона, выжил, его выкинуло в дверь. А водителя от взрыва спасли спинки кресел. Так, а это что? Понимаете, Галина Николаевна, ребенок находился прямо в эпицентре взрыва. И он либо стоял, либо сидел на корточках и держал в руках взрывное устройство. Взрывчатка в игрушке? Ну тогда он мог принести ее с собой. Ну, либо он мог найти ее под сиденьем. Так. Есть. Иван, что по потерпевшим? Да, удалось установить личности всех потерпевших, кроме ребенка. Все имели при себе документы, они частично сгорели, но восстановить можно было. Главная задача сейчас для нас установить личность ребенка. Какие соображения? Да, возможно, ребенок был не с родственницей, а с няней. Но если ребенок был с няней, то на эту роль больше всего подходит Анна Лузгина. Иван, разыщи ее родственников. И Еремина тоже. Всем привет. Вот это срочно на химический анализ. Надо определить состав взрывчатого вещества, чтобы помочь врачам. У потерпевших, кроме ожогов, большое отравление продуктами горения. Галина Николаевна, я же понимаю, что все это надо делать срочно, но у меня не восемь рук. Я могу помочь. Ну вот и отлично. Коль, есть какие-нибудь новости? Да, я созвонился с начальником автоколонны, где работал водителем. Он подъехал. Ясно. Допроси его. Ну, от вас, ребят, я жду скорейших результатов. Работайте. У вас есть какие-то предположения насчет причины взрыва? Ну, не знаю. Может быть, бензобак рванул из-за чего-то. Вообще-то это вы должны разобраться. А мы разбираемся. Скажите, а вот ваш водитель, Петр Захаров, какие у него отношения в коллективе? Да нормальные были отношения, хотя… Что хотя? Вы поймите, нам важна любая мелочь. Я понимаю, понимаю. Просто у Петра, если можно сказать, вообще никаких отношений с коллективом нет. Ни с кем не дружит, не общается. Но по работе к нему замечаний никаких нет. За машиной следит, не выпивает. Извините, а что с ним? Я просто не успел ничего выяснить. Он жив, но находится в тяжелом состоянии. А где он раньше работал? Точно не водителем. Ученые, типа, что-то такое. Я даже сомневался, брать ли его. Но он меня уговорил. Я вам обязательно пришлю справку из его трудовой. А вы не знаете адрес Захарова? Знаю. Он комнату снимает. У меня точный адрес записан. Скажите, Иван, а что вы знаете о 3-метилодихлоритотаноле? Татьяна, о 3-метилодихлоритотаноле я знаю, что это легко испаряющаяся жидкость. И при любой искре или повышении температуры свыше 80 градусов происходит мгновенное возгорание с большим поглощением кислорода. И при этом, конечно, выделением ядовитых продуктов горения. А изготовить это средство можно в домашних условиях. Правда, при определенных знаниях и навыке. Браво. Я позвоню в ожоговый центр, сообщу, чем отравлены жертвы. Сейчас Круглов с Доценко проводит опознание погибшего мальчика и его няни Анны Лузгиной. Ты представляешь, если это окажется его сын? В каком состоянии будет отец? Я думаю, что его даже не надо будет допрашивать. А нам пока нужно выяснить, не пытается ли кто-то оказать давление на Доценко. Ну, или отомстить ему. Ну, так я доложу. Так, значит, Доценко Дмитрий Сергеевич, 72-го года рождения. Уроженец города Долгопрудный, Московской области. Владелец крупного супермаркета в этом же городе Долгопрудный. Женат на Ирине Михайловне Доценко. 82-го года рождения. Уроженки поселка Мирный у Леновской области. Проживает в городе Москва. Так, стоп. А Анна Лузгина, по-моему, родом тоже из этого поселка? Да, да, да. Хотя это вполне объяснимо. Но взяли на работу знакомую. Продолжай, Сереж. Значит, Доценко этот не судим ранее был. Но по оперативным данным, в 90-х годах принимал участие в криминальной группировке. Несколько раз задерживался, но до обвинения дело ни разу не дошло. В начале 2000-го года группировка практически закончила свое существование, так как большинство ее участников было осуждено по различным статьям и на разные сроки. То есть, иными словами, кто-то мог освободиться, попытаться свести счет из Доценко, если, конечно, таковы были. А есть какая-то информация по освободившимся членам группировки? Да, конечно. Значит, трое освободились условно-досрочно два года назад. Вот. Замечаний и приводов не имеют. Еще один, некий Капитонов Аркадий Сергеевич. Из мест лишения свободы освободился два месяца назад, но в Долгопрудный так и не прибыл. Может быть, он там осел, где сидел. Вот. Может быть, на юга поехал хосточки погреть. Ну, в общем, в поле зрения правоохранительных органов он не попадал за это время. Хорошо. Ладно, Сереж, ты пока иди. Но постарайся, чтобы Доценко тебя не видел. После допроса сразу зайди ко мне. Хорошо. Рогозина, слушаю. Да, ясно, спасибо. Галина Николаевна, разрешите? Да, конечно. Прошу. Здравствуйте. Вы пока присядьте. Что, опознал? Опознал. Ясно. Срочно поезжай в ожоговый центр. Выживший пассажир Прохоров пришел в себя. Да, есть. Ясно. Прошу прощения. Теперь мы можем поговорить. Я полковник Рогозина, Галина Николаевна. Вы в состоянии ответить на некоторые вопросы? Да, я понимаю, спрашивайте. Дмитрий Сергеевич, насколько я знаю, вы опознали своего сына, Александра Доценко, и его няню, Анну Лузгину. Да, это Анна Александровна и Сашка, это точно. Скажите, пожалуйста, а что они делали в этом районе, где произошел взрыв? Я не знаю. Я не понимаю, что их туда понесло. А раньше, до того, Анна Лузгина куда-то вывозила или выводила вашего сына? Ну, конечно. Они выезжали в зоопарк, гуляли в парке. Но парк находится рядом с нашим домом. Если нужно было ехать куда-то далеко, я им давал машину с водителем. Но это все заранее обговаривалось, понимаете? Дмитрий Сергеевич, скажите только честно, в последнее время не было ли у вас каких-либо конфликтов по бизнесу ли? Может быть, какие-то старые счеты? Там же бензобак ромал. Это не так? К сожалению, нет. В машине сработало взрывное устройство. Поэтому мы никаких версий не исключаем. Я работаю. Дмитрий Сергеевич, если у вас есть какие-то подозрения, то вам лучше ими с нами поделиться. Мне лучше? Я сам знаю, что мне лучше. Я сам знаю, что мне нужно делать. Вы своими лаборантками командуете. Дмитрий Сергеевич, я прекрасно понимаю ваше состояние, но, пожалуйста, прошу вас держать себя в руках. Если вас это интересует, никаких конфликтов у меня не было. Никаких старых счетов у меня тоже не было. Теперь, извините, я должен идти. Да, конечно, вы свободны. Но убедительная просьба. Если вы что-нибудь вспомните, обязательно свяжитесь с нами. Непременно. Пойдемте, я вас провожу. Вам сюда. Спасибо. Сереж, проследи за Доценко. Даже если этот взрыв не по его душу, боюсь, он все равно может наделать напасти. Возьми оперативную машину. Есть. Возьму самый большой. Только постарайтесь, не до вода. Состояние больного гораздо лучше, но ему все равно нужен покой. Конечно, доктор, я понимаю. Не беспокойтесь. Здравствуйте. Я майор Федеральной экспертной службы Круглов Николай Петрович. Я занимаюсь расследованием причины взрыва. Вы Прохоров Александр Александрович, так? Скажите, Саша, вы помните, что происходило непосредственно перед взрывом? Помню. Мне кажется, я знаю, где была бомба. Ну что, Иван, есть новости? Ну, выяснилось, что у Лузгиной есть родной брат. Я связался с матерью Лузгиной. Она сказала, что ее старший сын Федор живет давно в Москве. Вот адрес. Кстати, судя по маршруту, она вполне возможно туда ездила. Возможно, но если она ездила к брату, то тогда понятно, почему она никому не сказала о поездке. Оставлять ребенка дома одного она не могла, а ездить по собственным делам в рабочее время. Точно. В любом случае, надо найти Федора Лузгина. Я слышал, отец с ребенком привез фотографии, мальчика и Лузгиной. Да, красивый был мальчик. Я могу взглянуть на них? А зачем? Ну, я тут, кстати, написал одну программку для компьютера. У тебя появилось много свободного времени? Да нет, там дело-то на полсекунды, а польза на сто рублей. С помощью этой программы можно получить предварительную информацию о родстве людей по их фотографиям. Ну, анализ ДНК не быстрая экспертиза, а можем сократить просто время. Ну, и можно проедить на наш фотографий, но смысла нет. А тут для чистоты эксперимента. Ну, попробуй. Тебя же не остановишь. Программа делает элементарный сравнительный анализ по морфологическим признакам. Можно установить, являются ли люди родственниками. И что это значит? Ну, это значит, что Саша, Доценка и Иоанна Лузгина родственники. Проходите, Тимофей Глебович. Присаживайтесь. Печальный повод у нас с вами для разговора. Примите мои соболезнования. Я должна задать вам несколько вопросов. Спрашивайте. Скажите, у вашей жены могли быть враги? О чем? Понимаете, этот взрыв не был случайным. Он был направлен против кого-то из пассажиров. Только не против моей жены. Она... У нее не было врагов. Она была легкой в общении с людьми. Недаром Снежок. Почему Снежок? У нее девичья фамилия была. Снежкова. Поэтому Снежок. Ее все так звали. Тимофей Глебович, скажите, а вот до того, как вы познакомились и поженились, может быть, тогда что-то было? Да нет, она молоденькая совсем. У нее вся биография на одном листке вмещалась. Родилась в Тамбове, училась в Казани. На химика бросила институт, переехала в Москву. Работала лаборантом, химиком. Собиралась продолжить учебу. Вот и все. Скажите, вы познакомились с ней сразу, как она приехала в Москву? Нет, она года два жила в Москве. Это как мы встретились. Одна жила? Нет, не одна. У нее кто-то был. Извините. Я не знаю. Она в этом не любила вспоминать, а я не расспрашивал. Отойдет в эту сторону! Стоять, милиция! Руки за голову! Руки за голову, сказал! Руки за спину давай! Руки за голову! Пошел! Так, теперь с тобой. Ты кто? Капитон. В смысле, Капитонов Аркадий. Так, я слышал. Я Майский. Майор Майский. Этого знаешь? Ну, знаю. Кто это? Димка доцент. В смысле, доценка Дмитрий. Чего на тебя хотел? А я знаю. Забил стрелку, вызвонил. Ага, а потом вылетел, начал бить. Даже здрасте не сказал. Ладно, поедешь со мной. Заодно узнаешь, что твоя другая на тебя хотел. Ага, машинка моя. Ничего в твоей машине не случится, не могу все. Или тоже на ручки кодеть? Ладно, не надо. Давай залазь. Давай, давай. Подбеждаю, будете бузить, поедете в багажнике. Там была женщина с ребенком. Мальчишка. Называл ее по имени Аня. Ну вот, уронил. Поднимай сейчас же. Я все равно посмотрю, что здесь. Не смей, я сказала. Стоит. Да. И коробка взорвалась. Анализ ДНК готов. Каковы результаты? С вероятностью в 98% можно утверждать, что Анна Лузгина и Саша Доценко являются кровными родственниками. Правда, не очень близкими. Анна может быть либо тетей, либо двоюродной сестрой Саши. А что по документам? По документам никакого родства между Лузгиной и супругами Доценко нет. Так что же мы имеем? Анна Лузгина и Ирина Доценко из одного и того же поселка. И родственницами не являются. У Анны Лузгиной есть брат, который родом оттуда же. А у Ирины рождается ребенок, который приходится Анне, ну, либо двоюродным братом, либо племянником. То есть, Федор, брат Анны может быть отцом Саши? А вот это надо выяснить. Как? Придется пригласить Ирину и допросить. Что со мной произошло? В машине произошел взрыв. Скажите, вы перед выездом салон проверяли? Да. Да, я проверял машину. Я проверяю перед каждым выездом на каждой конечной остановке. И в этот раз проверял. Не могло быть взрыва. Погибли пять человек. В том числе ребенок. В живых остались только вы и еще один пассажир. Нет. 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 Ирина Владимировна, я понимаю ваше горе. Примите мои соболезнования. Понимаете? Ничего вы не понимаете. Ничего. Пусть так. Но мне необходимо задать вам несколько вопросов. К сожалению, поверите, это сейчас очень важно. Вопросы? Да какие сейчас могут быть вопросы? У меня погиб сын. Мы хотим найти его убийцу. Ищите. Я ничем не могу вам помочь. Мне очень неприятно задавать вам этот вопрос. Но скажите, кто был отцом вашего ребенка? А какое вы имеете право меня об этом спрашивать? Если я задаю этот вопрос, значит я имею все основания. Итак, кто отец вашего ребенка? Мой муж. Естественно. Нам известно, что ваш муж не является отцом ребенка. Это установлено. Поэтому скажите правду. Какой бы горькой и неприятной она для вас не была. Вам известно, что ваша нянька ездила к своему брату вместе с вашим сыном? Нет. И вам это ни о чем не говорит? Хорошо, я скажу. Отец ребенка Федор Лузгин. Мы были любовниками. И вот. Все? Вы довольны? Пойдете, доложите моему мужу. А зачем вы хотите? Разрушит мой брак. Зря вы так. Ваш муж ничего не узнает. Но только если этого не потребует следствия. Так вот, я... Я отказываюсь подтверждать письменно свои слова. Кто это-то здесь, а? Ну, это как раз тот самый Федор Александрович Лузгин. Которого мы так долго искали и наконец нашли. Да ты чего? Ну и как? Он во всех уже грехах сознался? Да он вообще ни в чем признаваться не хочет. Нет, он признает, что ребенок, возможно, его. Было у него с Ириной Доценко шесть лет назад легкое увлечение. Ну, а ребенки первый раз слышит. Сестра в гостях не была. Подарков в красивых коробках не дарил. Вообще он требует адвоката. Сидим, ждем. А у меня, Николай Петрович, в соседине допросной сидит Доценко, Дмитрий Сергеевич. Так. Тоже адвоката требует. Да ты что? Да, прикинь, он своего кореша Капитошку чуть насмерть не убил. Подумал, что это тот маршрутку взорвал. Я вот че, коль подумал, может, нам свести тут твоего Федора Александровича и моего Дмитрия Сергеевича. Ну, пусть мужики посидят, поговорят. Как раз адвоката, может, выберут. Ну, что, это идея. А мы пойдем пообедаем. Вот это идея. Слушай, только меня беспокоит один моментик. Ты знаешь, я по глупости своей и недомыслию уже сообщил Дмитрию Сергеевичу, что мы нашли Федора Александровича, настоящего отца Саши. Человека, сделавшего тот самый подарок, в котором, возможно, была бомба. И что? Федор Александрович, мужчина крепкий, на себя постоять сможет. В общем, да, я тоже так думаю. Слушай, я тогда приду за Доценко, встретимся в столовье. Эй, вы не имеете права. Он что-то сказал? Я не слышу. Я тоже. Не надо, Доценко. Я все расскажу. Ну, давай рассказывай. Чего резину-то тянешь? Да, Сашка мой сын. Это правда. Сядь! Сядь на место. И я упросил Ирку взять сестру мою, Аню, к себе, чтобы она за Сашкой смотрела. Они часто с Сашкой ко мне в гости ездили. И сегодня утром они тоже были. Я подарок им подготовил. Но, якобы для Сашки, вот, Аню попросил, чтобы она дома его открыла, чтобы Ирина видела. Что это за психологические этюды? Там игрушка плюшевая была. Точно такая же, как я вот Ире в первое наше свидание подарил. Только она от мужа своего отказаться не захотела. Ну, а если она вас не любит? Ну, может, и не любит. А чего же ты от нее тогда вообще хотел? Да что я от нее хотел? Я хотел, чтобы она от мужа своего отказалась и за меня замуж вышла. Хотел, чтобы она при разводе своего мужа половину состояния оттяпала. И мы на это имущество, вот, на его жили бы. Чтобы у Сашки был настоящий отец, я хотел. А теперь Сашки нет. И Анька тоже погибла. Но если вы рассчитывали, что коробку откроет Ирина, когда рядом будет Дмитрий, мы же не знаем, какие инструкции вы дали своей сестре. Да ладно вам! Вы что, действительно, что ли, в это верите все? А мы тут не на ромашках гадаем. Верю, не верю. Мы ищем доказательства. Мы же не знаем, что за игрушку вы передали своей сестре Анне. Где можно купить такую? Да дома у меня этих игрушек пять штук. Я их купил специально пять штук. Да для того, чтобы Ирине передавать постоянно. Ну, одну выбросила я и передал. Выбросила я и передал. Чего еще надо? Чего непонятного вам? Вчера из квартиры Федора Лузгина были изъяты четыре мягкие игрушки. Нужно еще раз осмотреть салон взорванной маршрутки и найти там волокна, идентичные тем, из которых изготовлены эти игрушки. Если мы их найдем, значит, показания Лузгина подтвердятся. Я думаю, не нужно подтвердать показания Лузгина. Почему? Я вчера поместил сумку водителя в вакуумную камеру и оставил на ночь. На сумке есть следы триметилдихлоридэтанола. Это могло случиться только в том случае, если в сумке носили эту жидкость, жидкость очень летучая, и микродозы испарений впитались в ткань сумки. Значит, мы опять вернулись к водителю? Ладно. Но тебе все равно придется повторно осмотреть салон машины. Нам надо найти следы взрывного устройства. Как можно найти следы взрывного устройства, если оно устроено так, чтобы не осталось никаких следов? Ну, если знать, что искать, то найти можно. Можно? Да. Коль, что-то случилось? Ну, по лицу вижу. Сегодня ночью или рано утром на Захарова было якобы совершено покушение. Ему в грудь воткнули скальпель. Я захватил с собой его рентгеновские снимки. Может, Валя посмотрит? Подозрительно все это. Но все равно распорядись, чтобы к его палате представили охрану. И сам поезжай к Захарову. Тихонов на его сумке обнаружил следы взрывчатки. Думаешь, группа покушение повторится? Ну, ты этим займись. А я пока покушением. Да есть. Ух ты, блин. Нашел. Я обнаружил болт, предположительно, с креплением взрывного устройства. Скальпель вошел межребер, но не сильно и не глубоко. Ваш подозреваемый, он лежачий? Нет. Ходит, хотя прилично обгорел. Что-то мне кажется, Галина Николаевна, что этот ваш подозреваемый Захаров пытается водить вас за нос, имитируя покушение. Интересно, а зачем? Ну, это вам разбираться. Спасибо и на этом. Здравствуйте. Петр Валентинович, здесь живет? Ну, допустим. Давайте уточним. Все-таки ну или допустим? Ну, живет. Только его сейчас нет дома. Его уже дня два как нет. Я в курсе. Мне нужно осмотреть его комнату. А я не пущу. Пустишь. Че это? Дело в том, что я майский. А я в сентябре родилась. Майор майский. Это раз. А вот это вот ордер на обыск. Это два. Понятно. А только его комната закрыта. Ну, значит, будем выносить дверь. Ну, ты че? У меня ключ есть. Входи, майор. Спасибо за приглашение. Срочное дело. У нас что, бывает другое? Не остри, не время. Что за дело? Ты знаешь, кем раньше работал Захаров? Понятия не имею. Таксистом, что ли? Захаров Петр Валентинович. Раньше был доцентом кафедры органической химии. Работал в Казани, преподавал. Ни о чем не говорит. А мне это что-то должно говорить? Преподавал он в то время, когда там училась некая Алина Снежкова. В замужестве Еремина. Нифига себе! Значит так, пройдясь по базам прописок и регистрации, мне нужно знать, пересекались ли эти люди. Понял. Ну что, родной? Не нашел, что искал-то? Ну, допустим. Так, ну или допустим. Сдается мне, что ты мне можешь кое-что подсказать. Вспомни-ка, жилец твой не хранил у себя чего-нибудь необычного, а? Нет, нет. Нет. Ничего у него не было. А подсказать я тебе могу? Ты спрашивай, спрашивай, родной. За чай, кстати, спасибо. Скажи-ка, не было ли у него здесь каких-нибудь химических препаратов, там, оборудования, ну, жидкости, цветные всякие, порошочки, баночки, скляночки, трубочки, ну, ты... Поняла, поняла ты, ты не мельтеши, голова кружит. Был у него все это в большом ассортименте. Ой, всю квартиру провонял. Понимаешь, я на него наехала, у меня от этой вони каждое утро голова болела. Так я ему сказала, или ты это все выбрасываешь, или я милицию вызываю. Слушай, а вдруг он там наркотики делал? Ну, взял вот все это и вынес. Так, ну, и что, голова-то болеть перестала? Нет, не перестала. Вонь-то вот до сих пор стоит, месяц прошел, чувствуешь, как воняет? Да. Фиалками у тебя точно не пахнет. Значит так, в период с 2004 по 2006 год есть несколько совпадений по адресам по временной регистрации Снежковой и Захарова в Москве. Они жили вместе. А потом Снежкова стала Ереминой. Несчастная любовь и месть отвергнутого любовника? Похоже. Надо сообщить Круглова. На, пусть посмеемся. Ну, как здоровье? Ну, чего вы пришли? Обеспокоен покушением на вас. Не было никакого покушения. Я тоже так думаю. Вы сами себя кололи скальпелем. Зачем? Убить себя хотел. Убив перед этим пятерых? Да-да. Нам известно все. Вам не известно главного. А вашей связи с Алиной Ереминой? Она Снежкова. Понимаешь ты? Не Еремина, а Снежкова. Я ради нее семью бросил. Дочь. Работу. Она Снежкова. Ты что, уже уходишь? Да, уже все. Пора уже на занятия. Опаздывай. И что, у тебя нет ни одной минуточки? Ну как, для тебя есть хоть дверь. Тогда иди ко мне. Снежинка, у меня на это точно не будет времени. Я опоздаю. Когда ты придешь? Рано. Сегодня педсовет отменили. А с занятий по этим спецпредметам я убегу. Супер. Чего? Сбегаешь, звонюте, как ученик суток. Потому что ты меня сделал таким мальчишкой. Я тебя очень люблю. И тебя тоже очень люблю. Приходи бы скорее. Обязательно. Пока. Она была моей студенткой. Мы уехали в Москву. Я ждал только развода, чтобы жениться на ней. Развод-то вы получили? Получил. Обстоятельства поменялись. Вернулся педагог, которого я замещал. Меня уволили. Пришлось Алине идти работать. Ее взяли химиком-лаборантом. Теперь уже я ее ждал вечерами. Алиночка. Здравствуй, моя лапушка. Как ты? Я устала очень. Прости. Прекрасно. Давай. Все. Ужин готов. Сейчас давай. Раздевайся. Мне не хочется есть. Я хочу лечь. Прекрасно. Прекрасно. Сейчас я расправлю постель. Я сегодня лягу на диване. У меня совсем нет настроения спать с тобой. С этого все и началось. Потом она ушла. Просто ушла. Я вернулся домой. Открыл шкаф. А там ряд пустых вешалок. Подумал, что она уехала в Казань или к родителям вернулась. А она просто вышла замуж. Взяла и вышла. Что же вы не вернулись в Казань? Вернуться? Побитым псом? Нет. Пошел работать водителем. Благо категорию «Д» в армии открыл. И решили отомстить своей бывшей возлюбленной? Не сразу. Ну, я же говорил, успеем. И успели. Супер. Молодец, что бы я без тебя делала. Верно. Слушай, надо же за проезд заплатить. Приятель. Приятель, возьми деньги. Да-да. Извините. Сейчас я вам сдачу сдам. Сдачи не надо. Да-да, оставьте себе. У нас праздник. Со мной как с пустым местом. Понимаешь? А еще зашла с этим снова со своими. И вот тогда я решил убить ее. Просто должен убить ее. Понимаешь? Как же ты макла? Что ж ты не творила? Какая же ты тварь? Убью тебя, слышишь? Как ты макла? Потом ждал, когда на этом маршруте место освободится. Потом, она иногда до конечной доезжала в одиночестве. И я ждал такого момента. Изготовил взрывное устройство. Легко еще там химический взрыватель просто. Протащил тоненькую леску под сиденьями. Сквозь дырку в перегородке к своему сиденью. Я не собирался никого взрывать, кроме себя и Алины. А в тот день первыми зашли. Женщина с ребенком. Очень беспокойный ребенок был. Я все равно посмотрю, что делюсь. Не смей, я сказала. Стой. Да. Я сам не видел, но уверен, что это ребенок дернул леску. Я не хотел никого убивать. Я хотел умереть с ней вместе, как в японской сказке на острове небесных сетей. Вы надеетесь, что мы вам поверим? А знаете, мне все равно поверить вам или нет. Я хотел сказать правду, я ее сказал. А зачем вы имитировали покушение на себя? Ты когда-нибудь пытался себя заколоть? Хотел убить себя. В последний момент запугался. Рука подвернулась. Покончить с собой? Да вы слишком любите себя. У вас хватило смелости продумать и реализовать планы убийства. У вас хватило мужества в течение двух месяцев возить при себе смертельный груз и подвергать опасности жизни ни в чем не повинных людей. Так вот, пускай у вас хватит смелости на суде взглянуть в лицо тем людям, чьи близкие погибли по вашей вине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok